Продолжение следует... Это вместо буквы Е, твердый знак, корней дерева. Вот это вот так нас и учили. А что здесь написано? Через несколько месяцев после посадки обрезка корней. И получается так, что это действительно так происходит. Корни обрезал. И такая обрезка, как и кроны. Она распушилась. Но я смотрел, где живут все эти авторы. Я ни одной фамилии не вызову. Я их уже вызубрил. Лебрик знает их всех, этих авторов. Они стали классиками. Один жил в Киеве. Один жил в Белоруссии, не помню в каком городе. Один жил в Русланской области, в Крыму. И еще несколько человек. Один бывший эмигрант из Германии. Тоже учил нас это самое. Есть уже обрусевшие еще несколько человек. Все это садоводы. И они вот нас так учили. Но стоит этому дереву вот так вот взять саженец, обрезать сасывающие корешки, вы думаетесь. Ну ладно, вы пальцы обрезаете. Ничего, выживете. Выживете. А здесь-то как выжить-то? Он обрезал, нечем сосать. И вот это вот проходило, проходило, проходило до хода 21 века. Вот теперь смотрите. В наше время заканчивается. Я еще скажу. Если нас Иван Александрович слышит. Дело в том, что я как спросил. А, нет, зубов скакает. Сопрофитные, паразитические грибы. И привозила с собой. Она и подруга. Одна и официальное лицо. То есть заведующая лабораторией по грибам. В этом же самом университете. Вот. Здорово, да? И мне так не хотелось устраивать. Приезжают красивые девушки. Мы ходим по саду, я их угощаю. Есть фотографии, да? Так мне не хотелось это. Молчу и молчу, и молчу. Ну, надоело молчать. Хоть бы она меня не слышала. А в нем скажут, что я не прав. Вот. Итак. Это официальная версия. Мы заканчиваем. Осталось три минуты. В зависимости от источников питания гриба делится на четыре группы. Первая, вторая, третья, четвертая. Вот. Я хочу, чтобы вот это все было подвергнуто. А, сомнению. Сейчас я не имею никакой власти. Я живу иногда. Дайте мне на пару дней. Придетом побыть. Я только успею раздать всем задание. Проверьте. Сопрофитные мертвые организмы, они безобидные. Они живут все подряд. И мы их живем. Паразитические проникают в живые организмы. Ну и что? Все, что вы видели внутри живых организмов, это те же трутовики, они совершенно безобидные. Они совершенно безобидные. Они едят тоже мертвую чину. Я режу, пилю, режу, пилю. Тогда вы скажете, что вы смотрели под микроскопом? А вы под микроскопом посмотрите хоть одну эту. Клетку съели живую? Только от того, что проникают в живые организмы, назвать их паразитическими? Ну пускай. Пока я прав. Пхищные. Активно охотятся на своем мишени при помощи гифа, глобчик, петель. Ну, я знаю, кроме этих клеток мертвых, чтобы они еще что-то ели. Слышали такое, нет? Их еще называют патогены. Это уже ужас звучит. Вот. Я не считаю их патогенами. Почему? Это не я придумал. Есть общее понятие. Паразит уничтожит свою жертву, умрет сам. Поэтому никогда грибы ничего целиком не съедят. Это часть природы. Это особый класс. Потому что они нас кормят. Не только те грибы, которые под водочку идут. Понимаете? Они переводят материю, назовем так, трудно растворимую, хорошо растворимую. Хотите так, как хотите. А не сыграть, так что читать. Вот. И последнее. Симбиотические грибы. Да и вообще на поклониться надо. Взаимовыгодное существование. Где патогенное? А? Где они уничтожили хоть что-то? Всю Америку поставили на уши, заставили смородину выпиливать. Якобы эти самые сосны уничтожают. С них перепрыгивают эти. Знаете, посмотрите, прыгнули на грибы на сосны, белолистия или как их там называют, и уничтожили его. Сдуру уничтожили. Сейчас все смородину. Ну, хоть до этого не дошли. Меняется климат. Старые сады начинают просто умирать. Но умирающие сады, столько грибов налаживают, там все в грибах. И вдруг их заставили, говорят, ой, это же ужас. Они деревья жрут. Но рядом молодое дерево, его никто не трогает. Я вот это хотел сказать. А если я прав, то все, что сейчас, вся борьба с ними, я хочу, чтобы это хотя бы проверили. Может быть, никто в микроскоп-то не глядел. Может, достаточно увидеть, что гриб покрыл якобы живое дерево. Якобы живое. Ах, оно такое-сякое. Жрет. А мне не жрет. А поменьше калечить надо. Ну, дальше. Я сейчас просто пролесу, как? Прошу прощения. Здесь очень ценное письмо. Здесь очень много. Вот. То, что мы должны знать. То, что мы должны знать. Нью-Йорк на широте Сочи. И меня говорят, вы обязаны использовать этот самый опыт Америки. Нахрен мне этот опыт нужен? Столько дури. Если у вас не плодоносят груши, подрубите корни. Ну, вы представляете, нет? 25 тысяч подписчиков. Какой сад жизни? Ну, вы исправьте, сад смерти. Люди, чтобы хотя бы понимали, что здесь относятся серьезно. Здесь предупреждение. Сад смерти. Отрезьте толстой корни. От подрубителя. Ну, что за идиотство. Все, я дальше не могу. Все, закончили мы. Столько здесь дальше хотел и дури показать. И много чего хотел показать. И дури показать. И все. Вот. Вон они, лесорубы. Я смотрю, и думаю, зачем ты трезаешь? Я что, с ума сошел? Ничего не вижу, что нельзя отрезать. Вон она, веревка. Видели? Заставит плодоносить. Да стоит отпланить ветку, а она тут же вертикальная пойдет. Природу не обманешься. А, лесорубы? Сколько людей вот это. Вот он, паразитический труд. Вот это. Он есть паразитический. И это показывает на всю страну. Это с телепередачи. Это даже не ссылка какая-то. Все, успокаиваюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин